Любое движущееся тело обладает кинетической энергией. Кинетическая энергия движущегося воздуха, ветра, вращает флюгера, лопасти ветряных двигателей, ветряков. Кинетическая энергия шара Бабы, экскаватора с шаровым рыхлителем, используется для разрушения зданий, подлежащих сносу. Рассмотрим на модели принцип действия этой машины. На одну и ту же высоту отклоним шарики разной массы, закрепленные на одном уровне, и отпустим. Шарик большей массы при ударе о брусок сдвинет его с места на большее расстояние. Значит, чем больше масса тела, тем больше его кинетическая энергия. Теперь два одинаковых шарика отклоним на разную высоту. Шарик, движущийся с большей высоты, приобретет большую скорость и отодвинет брусок дальше. Значит, кинетическая энергия зависит от скорости движения тела. Таким образом, кинетическая энергия зависит от массы тела и его скорости. Продолжение следует...